МАГОМЕД АМАРФ, ТРЕНЕР КОМАНДЫ ПРОЙТИМ ПО КИКБОКСИНГУ Сегодня хотел бы затронуть такой удар, рассказать более поподробнее, как лоу-кик. В принципе, может возникнуть вопрос, что об этом ударе можно еще сказать, о нем и так знаем и так далее. Но, возможно, то, чего я сегодня скажу, некоторые не знают и чем-то я вам смогу помочь. Во-первых, лоу-кик, если применять его правильно, если научиться вовремя его бить, научиться правильно скрывать под ударами, руками и так далее, это может послужить очень и очень хорошим оружием в вашем арсенале техническом. Что я хочу сказать насчет лоу-кика. Если использовать его правильно, сильно бить, быстро бить, то самое то, что, на мой взгляд, хорошее, к чему он приводит, это вы лишаете своего соперника действия, движения. То есть, соперник вышел против вас, к примеру, который двигается, это особенно в легких кирсовых категориях, который много двигается, перемещается, и за ним трудно угнаться, трудно в него попасть. Если использовать правильно лоу-кик, несколько раз ему ударить, то есть, этот лоу-кик, он же перестанет бегать, прыгать по рингу или по клетке, без разницы. И будет немножко тормозить, что, конечно, вам облегчит бой. Непосредственно к самому лоу-кику перейдем. Чем он наносится? Наносится он, вот, зона его действия, вот отсюда и досюда. То есть, даже чуть пониже, вот. Вот этой частью, вот этой кости он наносится, этот удар. Ни в коем случае не пробивается удар, вот, с самого лодыжкой. То есть, почему? Потому что очень уязвимая часть ноги, вот эта, очень уязвимая. К примеру, если вы ударили, вот, и человек заблокировал этот удар, вы ему попали в кость, вот, в колено и так далее, у вас сразу же нога вот такая была большая, опухнет, и травму вы получите. Элементарно, ваша область, она не залезет. Вот, очень много с этим сталкивался я раньше, поэтому пробивается лоу-кик вот этой части. Вторая зона, куда лоу-кик пробивать, это вот отсюда, чуть выше колена, сантиметров 5, и, то есть, бедрок ваших, вот, и до верха, вот, эта часть. Я лично сторонник того, чтобы пробивать посередине. Конечно, не всегда получится прям четко, хорошо, именно в эту точку попадать, попадать, но, уверяю, у вас есть работа над этим ударом, тренировать его на лапах, спаррингах и так далее. То есть, акцент делал именно на лоу-кик, то вы научитесь бить точно, сильно, быстро и очень эффективно. Лоу-кик можно бить как одиночными, так и скрывать его под различными сериями, комбинациями и так далее. Если у человека ноги не набитые, то есть, если он не уделял внимания набитости ног и так далее, то против него лоу-кик будет очень-очень хорошим оружием. Лоу-кик, еще раз повторю, лучше всего, как я считаю, либо работать, когда человек идет на вас навстречу, либо работать, скрывая его за руками. То есть, например, я провел 1-2-3, пробил, отсюда лоу-кик. Правый прямой, первый лоу-кик. И вот, раз-два-три. То есть, таким образом скрываю удар. Либо, если я бульсируюсь с соперником, он идет на меня, а он идет, в любом случае, все атаки соперника будут шагом на вас. Поэтому, если он идет шагом на вас, левая нога идет, пробиваем ему туда, в эту ногу, вот, и так далее. То есть, вот такой этот удар лоу-кик. В принципе, что еще о нем можно сказать? Я думаю, достаточно сказал. Еще насчет такого момента. Многие говорят, то есть, увидевши там в интернете какую-то сложную комбинацию, вот, состоящую из 4-х ударов, 5-ти ударов, вот. У многих такая привычка, как бы, говорить, что эта комбинация не прокатит, это не получится. То есть, человек, который сидит и пишет это, он сидит и пишет, как говорили, но он еще не попробовал этого сделать. Вот, возможно, он вообще спортом не занимается, просто увидел, для него это очень сложно. Я вам честно скажу, нет невозможного ничего в этом спорте. Ты можешь научиться летать, бить, вот, летящие удары, крутящие. Просто сам себе, как бы, человек рамки поставил, ограничения какие-то, вот в этих рамках он находится. Ему никто их не ставил. Он сам себе, и каждый человек сам себе какую-то рамку ставит, вот, какие-то границы, и за них не выходит. Хотя ему никто не запрещает этого делать. Поэтому то, что, например, еще раз повторю, как будто там в интернете обучающая серия вышла, состоящая из пяти или шести, там, ударов и так далее. Вот. Как он быть, ты сидишь где-нибудь в одной части страны, парень в молодой комнате, который только начал спортом заниматься, в другой части страны. Вот. Ты ему написал, это не прокатит, и так далее, и так далее. Вот. Этот парень уже хотел это сделать, к примеру, может у него потенциал, никто не знает, какого у кого потенциал, правильно? Он уже хотел это сделать, но ему желание, вот, отбил человек, который написал то, что это не прокатит, и так далее. То есть, прежде чем говорить, что не прокатит, это не то, это не так, вот. Попробуйте сами это сделать. Не только это зависит, я говорю, о боях, вот, о каких-то ударах, это вообще в жизни, вот, о многом, о фитнесе, о спорте, вот, и так далее. Поэтому не спешите, не спешите давать оценки, не спешите говорить, вот, то прокатит, это не прокатит, лучше попробуйте. Если не прокатит, значит, это у вас не прокатит, у тебя не прокатило. Если у кого-то другого прокатит, я в этом уверен, очень много таких случаев было. У одного не прокатывает какой-то сложный прием, у другого прокатывает. Но вот другой, которого не прокатил сложный прием, например, у него получилось много других легких приемов, за счет которых он держит победу. На этом все. Большое спасибо, дорогие друзья. Всем до свидания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!